Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы будем с вами заценивать ФЦМ-50Т, обсуждать почему мы это делаем, заценивать его броню, его возможности в бою, ну и соответственно все что касается данной машины и в принципе необходимости, либо рациональности, я бы сказал так, траты ваших денежных средств на приобретение данной машины. Для начала, что хочется сказать, мне под видео часто пишут по поводу того, что я слишком часто прошу вам, чтобы на канал подписались, поэтому я вас сегодня удивлю, я не буду вам говорить по поводу того, что от ваших подписок зависит судьба канала, не буду говорить по поводу того, что мне сложно конкурировать с другими ребятами, которые делают обзоры на машины и уж тем более, я ни в коем случае не буду говорить вам, что на моем канале на сегодняшний день уже практически 500 видео обзоров, честных видео обзоров на товары и на технику в магазине, причем все они разложены в плейлистах, в которых можно иметь. интуитивно разобраться. Поэтому, ребятушки, ничего вам говорить по поводу подписок не буду, просто хочу посмотреть на результат. Итак, ФЦМ-50Т. Что собой машина представляет? Это тяжелый танк по размерам, ну а по своей броне это, безусловно, картон. Сравнивать его с другими машинами очень сложно, по одной простой причине, потому что, обратите внимание, сколько их. Я выбрал все машины, которые не обладают, ну, барабанами, это просто цикличное орудие. И вот, посмотрите, какая простыня получилась. Вот что ты здесь заценишь? Ну, реально. Поэтому, ребят, я всегда и говорю, что заценивать машины в таблицах возможно, но только тогда, когда есть похожие машины. Ну, а когда машин очень много, то смысла в этом нет, ровным счетом никакого. Что мы с вами реально можем заценить? Мы с вами можем заценить отсутствие брони у данной машины. Как я уже говорил, по размерам это тяжелый танк, по броне средний танк. Именно поэтому очень сложно отыгрывать на данном аппарате. Есть кепка, которая пробивается просто на ура, и она огромная. Есть практически картонная башня с броней 80 мм. Там дальше какие-то приведенки, но тоже несущественно. Вокруг маски орудия типа что-то темно-оранжевым цветится, но все-таки, ребят, 170, 208. Как бы никто сюда особо, это разве что рандомно, да, прилетит. Ну, отдельно сюда целить-то никто не будет, потому что есть огромный вот этот вот верхний бронелист, который с учетом приведенки 143, а без нее 120. Ну, а нижний бронелист вообще, мама моя дорогая, 50 мм. Ну, борта, сами видите, тоже ничем особо не отличаются. То же самое и что касается кормы. И вот теперь представьте себе, что вот эта вот огромная, огромная туша, она заезжает в бой. Понятное дело, что все начинают его разбирать по запчастям, а тебе что-то противопоставить сложно. Что касается орудия, ребят, давайте заценим характеристики орудий, посмотрим на самые важные вещи, которые можно заценить по таблице, ну, а остальное будем смотреть в бою. Давайте будем смотреть сначала по углам склонения. Минус 8. Типа приятно должно быть, но, как я уже говорил, башня броней не обладает, верхний бронелист как-то там не становись, все равно пробивается, поэтому толку особого от этих минус 8 в бою нет и не будет. Что касается урона, 225 единиц при пробитии 215. Это нормально, это хорошо. И нормальное время сведения 5,5 секунды, ты действительно часто бросаешь снаряды, если на это есть возможность. Но, ребят, стоит отметить, что вот этот вот ДПМ, заявленный в 2.435, очень сложно реализуемый, потому что ты крайне неживучий в бою, как я уже сказал, по тем причинам, что ты просто огромен, но и броней не обладаешь. Что касается времени сведения и разброса, здесь, в принципе, все в пределах нормы. Время сведения чуть-чуть великовато, но, по ощущениям, в целом играется нормально. Теперь, ребят, давайте будем заценивать машину и сразу обсудим с вами вопрос, почему мы это делаем. Мы это делаем по одной простой причине, потому что машина на данный момент в Стиме продается в составе набора. Вот если вы знаете, что такое платформа Стим, если вы не знаете, вот ссылочка на мое видео, заходите, посмотрите. Так вот, ребят, в Стим сейчас данная машина продается за 2 доллара. 2 бакса за премиумную машину 8-го левела. Что бы вы мне там не писали, что бы вы не говорили по поводу того, что ФЦМ это унылая, ну, дерьмовая там какая-нибудь, совсем захолуслая старая машина, которая даже даром вам не нужна, окей, хорошо, даром она вам не нужна, но за 2 бакса, ребят, вы получаете не просто ФЦМ, а давайте переведем сначала 2 доллара в золото. В лучшем случае 2 доллара это 2 тысячи золота. Это в лучшем случае при грамотном, хорошем, качественном донате. Так вот, 2 тысячи золота вы можете получить, задонатив в игру 2 бакса. Или в Стиме можете купить себе за 2 доллара, то есть за 2 тысячи золота, вы можете купить себе на данный момент. ФЦМ-а, 30 дней прем-аккаунта, миллион серебра и по 100 эпических, ребят, не редких, не обычных, по 100 эпических бустеров каждого вида, кроме золота, соответственно, и бустера перезарядки оборудования. По-моему, ребят, набор довольно неплохой. К нему плюс еще идет на вот этот вот камуфляжик, который сейчас на мне надет, на вот этот камуфляжик 10 сертификатов, то есть вы можете одеть не только ФЦМ-а, но и другую машину. Точнее, еще 9 автомобилей в игре вы можете одеть вот в этот вот графит. И плюс к тому, вы еще поволучаете, кому интересно, кому нет, аватарчик, который называется Шлемофон. За все вот это перечисленное вы отдаете 2 доллара. По-моему, цена более чем приличная. Я имею в виду не в смысле в кавычках говоря, а реально приличная цена. Всего лишь 2 бакса за лям серый, 30 дней према и по 100 бустеров. По-моему, ну просто красота. За 2000 золота порой вы даже этого не купите. А здесь вам в нагрузку еще и дается ФЦМ. Пускай даже и унылая, устаревшая, картонная машина. Возвращаемся к ФЦМу. Машина едет очень бодро, очень классно. И в отношении подвижности у меня к ФЦМу вопросов нет абсолютно никаких. Вопрос у меня есть в отношении брони, которая вот сейчас показала себя не в лучшем виде. Как видите, в башню мне прилетело. Это было крайне неприятно. Причем забросили мне абсолютно без печали. Вот сейчас опять мне прилетело уже на чуть больше. Короче говоря, ребят, машинка очень неживучая. И безусловно, на данной машине имеет смысл отыгрывать именно осторожно. Потому что если вы будете играть неосторожно на данном аппарате, вы в принципе только горе нахлебаетесь. Ну и соответственно удовлетворение от игры получать не будете. Что же касается грамотного отыгрывания на ФЦМе, то при грамотном отыгрывании на ФЦМе, а да, ребят, он есть. И самое основное это сейвиться на нем и работать вот так, как я сейчас пытаюсь работать из-под кормы, заезжать куда-нибудь в тыл, то на ФЦМе можно довольно неплохо показывать себя, что касается результатов фарма, мы это обязательно сейчас с вами посмотрим по результатам боя, но благодаря своей вот этой вот кайфовой подвижности и я бы сказал очень, ну прям очень приятному времени перезарядки и точности орудия, ФЦМ все-таки не настолько прям унылое дерьмо, коим его все рисуют и все называют. Да, безусловно, если смотреть на ценники, за которые порой ФЦМ появляется в магазине игры на продаже, да, то понятное дело, что отдавать за него, допустим, там 4,5 тысячи, 3,5 тысячи золота, это перебор, но вернувшись к теме нашего с вами разговора, а именно к тому, что данная машина продается всего лишь за 2 доллара, да еще и в составе довольно-таки жирного набора, в котором вы можете поживиться с серебром, бустерами и подобными вещами, ну, машина в целом довольно неплохая. Как сейчас я ВЗ-шку не пробил, я, честно говоря, не понимаю, вроде бы по всем канонам должен был отнести его в ангар, но, к сожалению, не получилось. Как я уже говорил, пробивают машину просто-таки на ура, верхний бронелист шьется, ну и, соответственно, никто не будет выцеливать какие-то другие более там маленькие места серых зон, хотя здесь их нет, здесь просто есть серая зона, одна большая для всех и, ну, немножечко где-то как-то вокруг маски орудия встречается броня. Поэтому, ребят, отыгрывайте осторожно, ну и пытайтесь как можно подвижнее быть в бою, не стойте на месте однозначно, потому что ваши размеры вам этого не позволяют. 2776, 2800, будем говорить, урона я смог нанести, сделал два фрага, чем помог команде одержать победу в данном бою и, что касается результатов по фарму, то с учетом того, что я, ну, есть у меня снаряжение, амуниция и так далее, со всеми вот этими вот затратами, с учетом активированного према, я получил 77,5 тысяч серебро. Хорошо это или плохо? Да, безусловно, это не фонтан, но в целом, ребят, это прикольно, это нормально и с учетом того, что вы еще можете активировать у себя бустеры, кои у меня активированы не были, если я правильно помню, вы, в принципе, получаете себе за 2 доллара машину, которая плюс-минус фармит. Ну, будем называть вещи своими именами. Кто-то скажет, что я топлю сейчас за то, чтобы донатить в игру или там в стим. Нет, ребят, я просто высказываю свое честное, субъективное мнение по поводу дешманского прем-танка в составе классного набора. Вот и все. В команде первое место по урону, ну, чего еще? Нормально, все окей, мне понравилось и катка довольно-таки удачная. Да, безусловно, не все бои будут такими, но в целом, ребят, ну, как я говорил, у меня бустеры не включены, но в целом, ребят, ФЦМ можно реализовать. Главное, просто не рассчитывать на то, что данная машина должна играться как любой другой средний танк. Допустим, не ждите от него рандомных рикошетов, как у Химеры, не ждите от него бешеной скорострельности, допустим, как у Центуриона, или не рассчитывайте на, там, бодренькое добирание всех, кого попало на проге 46-й. Вот просто найдите себя на ФЦМе 50Т и поверьте, вы сможете получать удовлетворение от данной машины. Ну, а за те деньги, за которые продаются, уж тем более. На данный момент, ребят, у меня все. Покупать или не покупать, как обычно, выбор за вами. Мое дело показать вам честный обзор на машину, такой, какая она есть, в руках среднего танкиста. Я никого не учу играть, я просто показываю, что вас ожидает, если вы средний танкист или новичок в данной игре. На данный момент все. Всех благ, всего хорошего, мира, ну и, как всегда, спокойствия. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok